Доброе утро всем! Доброе утро! Всем привет! Ну, всех не успеваю читать. Я вчера... Всем доброе, доброе, хорошее. Сегодня солнце, замечательно. Ну... А, Лиза, привет! Лиз, а я тебе помахала, по-моему, даже, да? Я сначала не собрала. Доброе утро, Ивана. Вот я вас тоже запомнила вчера. Значит, что я очень рада? Лето. Да, сейчас и лето, и лето. Очень рада вас. Видите, я вас тоже. Знаете, что тронуло присоединялось? Я хочу сейчас пожарить как раз вот эти вот отбивные, которые вчера рекомендовала сделать. Мазаловская. Доброе утро. С Машей. Ой, спасибо, Ивана. Спасибо большое. Доброе утро. Я давно вас не было в эфире. Вчера была. Вчера была и показывала, как я приготовила отбивные, которые сейчас буду жарить. Значит, я беру плиту, нажимаю, разогреваю. Сейчас я вам ее покажу. Ой, даже свет включила, сообразила. А то обычно Маша у меня включает. Сейчас я сообразила. Знаете, что... Ой, помахать всем, помахать. Сейчас всем помашу. Елена, Наташа, моя, моя. Кто еще? Вот, ой, помахала. Татьяна, не успела прочитать. А делала я говяжьи отбивные. Но Маш их есть не будет. Я думаю, что... Вот Маша вчера ночью позвонила и говорит, приходи, Максиан. Привет. Семерки все. Семерки. Привет. Привет. Добрый день. Добрый день, Наталья. Добрый день. Шамань. Успела. Ну ладно, я не успела. Знаете, я не успеваю или сначала не сображу, как прочитать. Вот гориллу запросто как-то прочитала. Добрый. Так, я вот пока мамашу, я же не жарю, а у меня разогревает сковорода. Сейчас. Можно и маслице налить. А то я когда Машу жарю, без масла, яичница прилипнет вся. Но я все равно. Вот масло тебе немножечко. Полью сейчас в сковородочку. Чуть-чуть, знаете, я чуть-чуть маслица. Не поверите. Прям так. Смех. Просто смех. Вот просто даже, вот видите, чуть-чуть размазываю. Вот, чтобы эти не прилипли мне отбивнушки. Наверное, все разогрелось. Сейчас покажу отбивные, которые я вчера делала. Хорошего настроения при этом отъяло. Лепатова. Лепатова. Тата Лепатова. Вот, все, разобралась. Тата Лепатова, да. А то я... Хорошего всем настроения. Да. Вот так хочется, чтобы у всех было хорошее настроение. Так. Ну вот. Кто там? Радик Хамедулин. Привет. Как у вас дела? Ничего, Радика, а у вас как? Вот я сделала отбивные. Смотрите, кто-то мне сказал, что сухари размокнут. Ну, конечно, они немножко у меня размокли, но все равно остались в нормальном таком состоянии. Смотрите, я вчера отбила лепешки такие, говяжьи отбивные. Потом посолила, поперчила, обмакнула... Ловочка, привет. Обмакнула яйцо с двух сторон. Потом сложила пополам и только в нижнюю сторону в сухариках. Смотрите, а внутри у меня вот яйцо. Ну, может быть, конечно... Сейчас я вам покажу, как я буду делать. Сейчас возьму на минуточку. Если бы вы знали, как я тут забаррикадировалась от мелкого, чтобы он меня не сорвал телефон. Потому что я его заряжаю. У меня зарядка, оказывается, все надержалась. Сейчас. Не дотянется, наверное. Ну, сейчас попробую. О, дотянулась. Горит все, горит. Потише сделаю. Батюшки мои. Ну и кладем отбивнушечки мои. Газ. Так. Два. Три. И четыре. Вот такие у меня две ножки получились. А, слушайте. У меня знаете что? Как всегда, лежат у меня алтерейки мои. Даже с чеками. Смотрите. Живищная алтерея. Я решила, думаю, вдруг выиграю. И вот еще какая-то золотая подкова. Вы знаете что? Это я так купила и забыла про них. Сейчас только увидим. Ну вот. Вот мои отбивные. Ну, как вам? Красота? Да, может быть. Дойдет Максим. Я так рассчитываю. Я не угощу тогда. Готовите. Вкусно? Может быть. Ну, еще не пробовали. Не знаем. Я, конечно, попробую. Если мягкий будет, кусочек отрежу. Нет. Недавно. Ирина. Недавно. Красота, безусловно. Так. Нормально. Привет. Завтрак? Нет. Я уже позавтракала. Доброе утро. Как приятного зрения. Липатова. Да. Доброе утро. Все. Я знаете что? Я тут уже пропускаю. Где Маша? Догадайтесь с одного раза. Время-то еще какое. Сегодня такой ужин был. Скандал ночью. Я слышу. Там она ругается с этим, с мелким. Он оказывается, как всегда. Где он берет ее трусы, непонятно. Но он все трусы рвет полностью ее. И уже не одну пару лет. Сегодня. Это мои любимые были. Белые. И ночью. И в три часа ночи во сколько орет. Лиза, спасибо. Творожок на утро. Итальянский кофе. Шикарно. Маня спит. Да, Наташа? Ну вот. Короче говоря. Он все сжирает. Невозможно просто. Я говорю. Ну Маша. Тогда он приучит к такому порядку. Что ничего ты нигде уже не оставишь. Ну каким-то образом запрыгнул. Я не знаю где он их взял. Я говорю. Клади сразу в машину. Все. Ничего у тебя никто не возьмет тогда. Как у вас настроение, дорогие? Ой, Светлана, спасибо. Анечка, доброе утро. Да, пес прикольный. Ну не то слово. Привет из Израиля. Израиля, привет. Мне там родственники живут. Вот. Ксюша. Ксюш, привет. Слушай, мне тут недавно претензии высказали, что я тебя отмечаю. И там, ну вообще смотрю в сторис. Не Маша. Ну ты поняла. Вот. Какие планы у вас на сегодня? На сегодня у нас были планы хорошие, но не знаю, сбудутся ли они. И говорят, не надо рассказывать о планах. Скоро он будет трепать. Что значит скоро будет? Он уже трепет. Доброе утро. Вам прекрасно. Спасибо. Ксюша, я тоже. Ой, какие у тебя снимки все красивые. Мне очень нравится. И родители у тебя хорошие. Я посмотрела. Фотографии. В общем, хорошо. Отдыхаешь и красиво отдыхаешь где-то. Хорошо. Так. Где Маша спит? Маша? Доброе утро. Ой, спасибо. Спасибо. Да. Да, Ксюша, я все вижу. На волосах что-то висит? А где оно? Вот. Пожалуйста. Убрала. Все. Все убрала? А не все? Еще где у меня что висит? Все уже висит. Смотри, возьми на голову. На пробежку идти. Ой. Тварь, какая вы молодец. Мы вчера гуляли с Машей ночью. Иди отсюда. Иди отсюда. Сейчас. Он провод грызет. Я же вам говорила. Алина. Алина, я тебя приму на минуточку. Давай попробую. Так. Выйти в прямой эфир. Ну давай, Алина. Выйду из Тольятти. Я выйду с ней на минуточку в прямой эфир. Если меня не заслянет ничего. Здравствуйте, Олечка. Здравствуйте. Ирина Романова. Здравствуйте. Ливан Тодо. Ливанчик, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я скажу. Хорошо. Хорошо, да? Да, да, Алина. Здравствуйте. У тебя видно один глаз. Ты в курсе? Вот. Сейчас корма, здоровье, дешевый карантинок, мясом, овощами и субпродуктами. Болеть не будет. А, фильм «Убийца животных». Корм, да, нельзя? Так. Алиночка, ну давай, говори, что ты хотела быстренько. Ничего. Ничего, спасибо. А у тебя как? Нормально, Машенька. Машенька, да. Маш спит. Так, сейчас я... Спасибо, что напомнили. Я вообще про них забыла уже. Честно говоря. Сейчас. Вот сейчас я вам хочу сказать. Да, 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 они уже так немножечко поджарились. Ну, невольно. Сейчас я их переверну, потом покажу. Я перевернула отбивные, но они не очень пожарились. Привет, Ольга Дмитриевна. Вот сейчас выходил к нам Леван Тодо, вот он поздоровался. Это светский обозреватель, известный очень журналист. Скоро он готовится к торжественному событию в своей жизни. Вот. Ну, увидимся скоро. Так, Алина, ну давай. Тихо. У тебя дела нормально? Да. Ну, хорошо. Закончила школу сейчас? Да. Ты лежишь, что ли, Алин? Нет, лежу. А то как бы лежа не лежа. Так. Нет. Алиночка, ты знаешь, мы сейчас разговариваем... Тихо. 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 Вот я тебе, Алин, покажу сейчас собачку. Видишь, какая собачка? Такая красивая. Да, как и ты. Алиночка, мы тут взрослые разговариваем сейчас. Тихо. Тихо. Вот. Поэтому мы с тобой виделись. Я желаю тебе хорошего дня, хороших выходных, хорошего... Тихо. 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 А она просится столько, чтобы я ее подключила. Что я не могла уже. Ну, это... Понимаете? Вы меня тоже поймете. Это ребенок. Собака не справится. Тихо. Силаин будет на всех и Гресси. А. Мг. Тихо. 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 С gesagt. Ласты. Тихо. 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 Ну, знаете, что? Ну, вот вы как бы против детей. Я понимаю, что она вам не нужна, конечно. Но вот если дети будут думать, что они не нужны никому, вот тогда они идут на улице и начинают делать всё, что им заблагорассудится, понимаете? А так вот она понимает, что она нужна, и даже взрослые интересуются, как у неё дела, как она живёт. Ну, вот я так считаю, надо детьми интересоваться, и надо уделять им внимание всё-таки. Мы помним, вот действительно, они помнят эту девочку. Но я не хочу сейчас в эфире говорить о том, что у неё. Ну, не нужно. Так, меня берите в эфир. Вот Ливан Тодо, давайте возьмём Ливана сейчас. Сейчас. Можно же брать прям буквально на минутку. Ну, и человеку хорошо. Я взяла, Ливанечка, к тебе. Так. Привет. Тётя Олешка, здравствуй. Я про тебя тут рассказала сейчас уже. Я вот слежу, смотрю. Во-первых, я вас очень жду. Мы с Машей уже разговаривали. Я прям вас жду не дождусь, когда вы придёте с Машей красивой. Как у вас дела, тётя Олешка? Вот, ангибный и жарю. Да? Хорошо. Да. А у тебя? Я всё в организационных вопросах бегаю. Ну, уже почти всё решено. Всё, Олешка. Какие-то остаются маленькие детали незначные. Ну, вот кто не знает, это Ливан Тодуа, светский обзреватель, журналист. Его часто можно видеть на Первом канале, везде. И вообще человек очень хороший. Вот, понимаете? Он готовится к своему юбилею. Ну, будет там шикарный совершенно юбилей. Очень будет проходить громко, я думаю, очень громко. Да, Ливан? Ну, надеюсь. Очень, все совсем близкие, близкие, родные. Человек сто. Ну, в том числе... Немножко совсем народу, человек близкие, родные. Анфиса, иди! А у него тоже есть, кстати, собачка Анфиса. А нашего видел Бедокура? Ой, какой красавец! Так вообще, у вас же две теперь. Я же смотрю, красота, Петра Олюшка. Две теперь. Так, сейчас. Ну, вот. Анфиса. У Ливана шикарная Анфиса. И знаешь, что я вот... Из-за того, что они были без массы у меня, я не знаю, готовы они или не готовы. Спряталась. Ну, ладно, спряталась. Ладно, тетя Олюшка, не буду мешать. Общайтесь. Да. Ой, мы тебя любим, целуем. Я вас тоже. Вы вот такая. И Маша потрясающая. Спасибо, Ливанчик. Пока, дорогая. Да, Ливанчик красавец написано. Конечно. Красавчик Ливан, привет. Ну. Слушайте, знаете, обычно я, когда жарю эти отбивные, они бывают такие поджаристые, красивые. А тут я вот на тихий огонь их поставила, и они такие получились какие-то бледные. Ну, сейчас я посмотрю внутри. Если они внутри готовы, я вам покажу. Нет, наверное, не вы, конечно, нет. Сырые совершенно. Ой. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Когда их возьмешь уже, сейчас, дорогие мои, сейчас. Вот смотрите. Я сейчас их внутри вам покажу. Так раскрываете. Видите, еще сыроватые. И вот там сырые. Надо их вообще прижать вот так, как следует брать. Ну, пускай жарятся. А что мне? Торопиться некуда. Вот. Красавцы. Видите, какие большие стали. Да он вообще добрый очень человек, Лиман. Понимаете? Вот очень... Реально добрый. Он, конечно, может сказать очень метко, Тару. Хорошо может сказать. Но... Спасибо, Наташенька. Ну, я вам показала свои отбивные. Что? Вчера? Так, не вчера. Надо было отбить еще немного. Нет! Я очень отбила хорошо. Их очень хорошо. Это же они у меня полам сложены. И поэтому, вы же знаете, когда даже котлетки кладешь, а потом они вздуваются. Так и мясо. Оно тоненькое-тоненькое. Прямо просвечивало. Но я их сложила пополам. Я их в яйце обваляла. И поэтому, когда они пожарятся, внутри они будут сочные, а снаружи вот в сухариках. Может, крышкой накрыть? Маша... Да. Нет, крышкой... Ой, воды я не люблю. Я люблю, когда это... Ну, как бы без воды в собственном соку. Знаете, у меня моя, как это сказать, заловка, наверное, это сестра родная моего мужа, она всегда, когда даже делает жарко или что-то, она старается в собственном соку делать, чтобы... Мясо. Ну, вот он. Вот он. А это мне платье дергает сейчас, стоит и дергает платье. Рвет. Просто рвет на мне платье. Я-то все равно не возьму. Нет. Вот если бы вы видели, как он рвет на мне просто платье. Вот дергает сейчас, справа с раны порвет. Я тебе... Так, помахать вот просто. А, Кристина. О, видите, невестка моя присоединилась. Здравствуй, Кристина. По-моему, это... Ну, я плохо вижу окошечко. Махали. А, Зиза, да. Это вот моя невестка, кстати. А вы говорите, как мы общаемся. Видите, она ко мне в прямой эфир вышла. Как там внук мой поживает? Кристина, которого я уже сто лет не видела. Господи. Смотрю только, смотрю твои сторис. Все время. Такой он хороший. Такой, Господи, прикольный. Его вообще ругать нельзя. И бассейн этот. Ну и что там он... Знаете, что у него бассейн? Чистый, красивый бассейн. А он туда что-то накидал. Идет сюда. Накидал. Вова, как тюлень. Вова, хороший, да? Да Маш спит. Хорошего, хорошо вас ждет. Лапочка маленькая. Господи, как быстро растут дети. И он так уже разговаривает, бегает. Такой большой уже. Такой хороший. Очень хороший. Да. Ну, внук-то, может быть, и ждет, правда. Внук, он все-таки... Они маленькие. Лапочка. У меня столько... Я его пересматриваю. У меня столько видиков и зимних видов. И знаешь, у меня, значит, были видео, когда мы зимой приезжали, так много я заснимала, как он бегал за собачкой, как он за поводком отпустил. Возьмет поводок, собачку за поводок, а потом она вырвется. Он бежит, поводок догонит, только возьмет, он опять вырвется. И смешные такие видики, хорошие очень. Вот, видите? Многие знают уже Кристину. Инночка, привет. А я вот отбивные, Кристина, я вот отбивные пожарила с утра пораньше. Ну, Маши их есть не будет, это понятно, потому что они из говядины. Я раскрыла одну. Вот когда их раскрываешь, то один раз даже приоткрылась, сейчас покажу вам. Кто не видел, покажу сейчас. Доброго утра, ждем вас на лодке кататься. Ой, да, Саша, Саша Кристина, привет. Кристина, привет. Сережа хочет вас удалнуть. Сережа большой или маленький, Кристина? Ну, вот, смотрите. Вот они. Вы знаете, я как бы хорошо очень отношусь к Ирине, но я с ней лично не знакома. И Машу наверняка, может быть, и поздравила. Но я же лично не знакома с ней, но я не могу всех поздравлять. Это вот Кристина, там моя родила, я поздравила. Ну, кто-то очень близкий, родственник, знакомый, конечно, я их поздравляю. А тут я поздравляю, поздравляю, пожалуйста, с удовольствием. Но я с ней лично не знакома. Большой Сережа хочет? Ой, приятно. Это приятно, если большой Сережа хочет. Находи в эфир. Сегодня вот просят, видите. Так, что-то я хотела с вами еще поговорить. Ну, все, наверное, они готовы у меня. Сейчас посмотрю, еще поворачиваю. Переворачиваю. Ой, Господи, не знаю, готовы, нет. Я уже испарила их все, наверное. Они все еще не готовы. Так, я сейчас, наверное, на самый тихий огонечек, на единичку. Приятный аппетит у вас. Так, что тема. Хорошо, приятно. Ну, и хорошо. Это всегда, пока дети маленькие, так всегда с ними трудно. Екатерина вот пишет. Здравствуйте, здравствуйте. А Машка моя спит до сих пор, представляете? Так, Машуля моя. Намалилась с этим. А кто плачет? Я не плачу, ребятки. Это кто-то абсолютно... У меня хорошее настроение очень. Мамочка, Олечка. А мясо не жесткое получается. Я вот говядину не имею. Но это надо купить мясо. Ин, надо купить мясо, как бы вывеску такую вообще уже. Сейчас я попробую. Нет. Вот прям протыкаю ножом. Очень хорошо протыкается. Шикарно. Показалось, показалось. Потому что я не плачу. У меня хорошее очень настроение. Прекрасное. Вот я встала сейчас. Так, ну все. Ну вот и все. Вот они готовы. Когда крови нет внутри, они готовы. Все. Мои обменушечки готовы. Так. Это мне жарко здесь. Жарко. Привет из Ростова. Кларочка, спасибо. Ну, вообще, вот вы знаете, на самом деле, когда человек в эфире, он очень много тратит эмоций. вот видите, Кристина, говорит, тоже устала. Он силы выкачивает. Потому что нужно ответить, прочитать, поговорить. Смотрю, я же утром бегу на кухню, кушать рыбку, помидорку с луком. Ой, Евгения. Да. Вечером вышли. Нет, но вечером нормально было. Просто эфир, это не просто так вот встать, поговорить, как с подружкой дома. Тут и читаете. Здравствуйте, давно не выходила. Ирина Егорова. Ирина. Ну, я выходила вчера, вот первый раз, да. Маша спит еще. Поздно легла. Нет, она просто ночью встает из-за мелкого. Видите, он не дает ей спать. Ну, потому что спасибо за эфир, Ирина Белева, Наталья. Спасибо. Угу. Так душевно хочется вам на кухню. Спасибо. Очень приятно мне. Ой, Елена, вышла Катрюка. Вот она, Еиночка. Да. С грозным сыром. Ну, и слава Богу, отдохнуть тоже иногда хочется. Хотя, знаете, вот у меня был, когда что Сережа, что Маша, я всегда даже с собой, Сережу, брала с собой на концерты. Еду в парк. У нас парк в Самаре есть, парк Горького, по-моему, он называется, внизу на набережной. И у меня там были концерты. Я брала с собой Сережу, он сидел, ждал всегда. Или он у меня за кулисами был, да, там маленькая сцена была. Или в зале прямо сидел. Потом я его брала с собой в театр. И его, когда в театре увидели, его взяли играть в Иван Сусанину, он мальчишку играл одного. Такой хороший, у меня даже фотография сохранилась. Это было очень замечательно. Ой, падает телефон. Представляете, падает начал телефон. Батюшки мои. Ой, 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 ой. Посмотрите, я его вот этим мылом подперла немножечко. Разночасть в вашем эфире кто-то. Привет из Сибири, Новокузнец. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие все. Господи. Не сгорят отбивные. Но я на единичку поставила. Вообще все. Все. Выключила. Вова, ой, все говорят. Да, все, выключила, Кристина, я выключила. Вы знаете, да вот должны были сейчас Самару. Да и мне вообще хочется повидать своего сына, внука, всех вот их, Кристину. Там у меня еще Маечка Голустяна, привет. Там у меня еще сестра вот у Гриши нашего 22-й тоже день рождения, представляете. тут Маша и вот выступление должно быть не одно. Прямо в одно время все у нас. Как бы все в одно. Я тебе сейчас покажу. Сейчас я вам покажу. Что он делает, сейчас покажу быстро. Смотрите, вот он. Вот видите, занял кресло. Это, между прочим, призовое кресло, когда вот он играется и мячик вовим. А Вовочка вот лежит. Мальчик наш, кроссовчик наш, какой ты хороший. Вот. Видите их? Тетюлечки наши. Вот он. Ну и что, бедокур? Че ты сорвался? Хватит орать. Я к тебе. Ну вот, невозможно. Вы знаете, показал вам. Красавцы. Конечно, красавцы. У нас еще теперь проблема. Когда был один пес Вова, а сейчас мы даже не знаем, как вообще, куда их девать. Когда вот поехать куда-то, мы не знаем, куда девать. Но, слава Богу, вот мы отдохнули немножко в санаторий, туда разрешают с собаками. прекрасный, кстати, дом отдыха. и подождите, не знаю, как он называется, но в Подмосковье вот так вот, знаете, отдохнуть. Озеро, бассейн, мы плавали. У меня, знаете, ноги, с ногами такая проблема, кончики пальцев полностью уже стали как бы не иметь, но это возраст. И я стала плавать. Сначала я плавала, и у меня вообще такое ощущение было странное. А потом, когда я утром, вечером, утром, вечером, первые четыре дня вообще пропустили вот это очень. Вот слышите? Это невозможно. Что тебе надо? Что ты хочешь? Попить хочешь? Иди, если вам попить. Иди. Вы знаете, он летокур редкий, конечно. Редкий. На, Ваня, на, попей. На, попей. Он так хотел попить. Видите, какой он? Здоровья вам, Машу, люблю. Ну вот, и когда я стала плавать, это вот я вам говорю на всякий случай всем, что там, видимо, происходит что-то. То ли позвоночник освобождается, то ли что. И вот кончики пальцев у меня стали чувствовать. А только я ложилась спать, судороги какие-то были в ногах, ничего только не было. И вот бассейн меня прям вот спас. Оказывается, надо ходить и в Москве, и вообще, у кого есть бассейны, обязательно надо ходить. Дорогие мои, обязательно. Самое главное здоровье. Луровский. Ага. От кого голова не болит? От кого голова не болит? Расскажите, дорогие мои. от этого, от голова? От бассейна голова или от Вани голова? От кого не болит? Не поняла, от кого. Вы знаете, вы тут меня спрашиваете, что меня спрашивает Крис? Во-первых, я могу, не все, не все видела. А во-вторых, мы с ней разберемся сами. Абсолютно. Она созвонится с Машей, и мы разберемся, когда мы приедем. И что? От Вани. От Вани, ну, вот иногда он так раздражает, просто невыносимо. Вы смотрели Машенькин пост последний с девочками? Очень девчонки хорошие, золотые медалистки, которые сейчас поступают в МГУ. Вы в курсе? Вот это Маша когда-то помогла девочкам, даже передача была, и фотографии такие у этих девочек, есть, какими они были, и какими они стали. Представляете? Они ходили, просто еле ходили, особенно одна девочка. Не буду говорить, какая. Но и вот вы знаете, они стали золотыми медалистками, и поступают в МГУ. Смотрела, видите, Луровский, она посмотрела Машенькин пост. Ой, смотрите, Ольга Монлайт, это вообще, обратите внимание, Ольга Монлайт, она проводит такие шикарные вечера, у нее конкурсы красоты проходят, блестящий организатор, такая умница, вот, недавно она очень болела, лапочка. Желаю, вот, давайте все прям пожелаем здоровья, это так важно выбраться из болячек плохих. Привет, Ольга, как дела? Оленька, мы недавно были там, водили Максима, на, а где это? На Арбате, да? В ресторан грузинский. Ой, так он там понравился, мы сидели на веранде на открытой. Это так было здорово, вообще вкусно. Я, как всегда, взяла себе там чихахбили из кур. Очень вкусно. Нас посадили еще на веранду, мы сначала сели на крыше внутри. Это, знаете, есть крыша, и на крыше кафе, а потом прямо выходит кафе, это на улицу веранда, и видно было. Все. Кто проходит? Так это красиво. горело все, замечательно. Дорогие мои, ну вот я с удовольствием с вами провела время, пока жарила отбивные, показывала вам, и столько хороших людей ко мне вышло в эфир, замечательных. И Олечка вышла, Оленька. Оля, как себя чувствуешь-то? Хорошо? Так, из Крыма. У нее 40 градусов жары. Привет из Крыма. Да? Ой, ужас, жарко, когда я тоже не могу. Всего самого доброго. Да, шикарное место. Видели в сторис? Да, шикарное. А сегодня? А сегодня мы тоже должны очень, ну вот, не знаю, сейчас, смотрите, уже 11, Маш спит, я даже не знаю, когда, у нас там по времени. Мальчик замечательный. Ой, Кусманова, дай Аллах вам здоровья, и вам тоже всего хорошего. Собачку можно отучить, все грызть, когда у нее зубы поменяются, молочные, хорошие, ну что, только пластмассовые, видите, грызет в миске, и обувь, и Машина трусы. Ну мои платья еще подкусывали. Так? Мы его, и вчера еще, говорю, Маша, давай его с собой валим. Он говорит, давай дома ставим, это он это. И вот он с нами ходил два часа, маленький этот ходил, два часа бегал. От него, конечно, много проблем. О, Артем, еще Артем. Артем, здравствуй, Золотко. Скучаем, надеемся, скоро увидимся. И Оленька вышла тут ко мне. Ой, сколько всех людей хороших. Артем, 15-25, тоже. Замечательный человек. Мы сначала его не знали, а потом, вот, знаете, несколько раз увидишь, и вот люди как-то по духу, близкие. И вот, становятся очень приятные. Вот один из них, Артем как раз. Да, глаз до глаза за этим больным. Вот. Артем, сейчас собачку нашу покажу. А, видел же, видел, мы приходили как-то с ним. А у нас в нижнем ногу духота, надоело уже эта жара. А вы знаете, а Маша говорит, мам, я мечтаю, чтобы вот это так жарко было всегда. Вот она идет, и я говорю, Маша, ну сейчас же жарище не выносим. Она говорит, а я, мам, хочу, чтобы вот всегда была такая жара, представляете? Ну вот так. Нет, Вову я так же не люблю. А, Вову так же люблю. Вову я как раз только и люблю. А Ваня мне как бы до лампочки. Ну как? Ну не до лампочки, он хороший, маленький. И даже он у Маши сидит, она его так прижмет, и вот он у нее все сварился, поиграл и сварился. Вот когда он сварится, мне нравится. Ну Вова, вот смотрите, Вова, иди. Иди ко мне. Вот Вова, это вот смотрите, вот я говорю, куда же есть, полежи, полежи. И вот он так ляжет, лежит, может вот лежать все время, такой, такой хороший, смотрите. Вот сокровище. Вовочка, тетибулочка моя, тетибулочка мамина. Ну Вову, я его, я только Вову люблю, честно говоря. Вы знаете, вот когда они выбегают к нам, а тот сразу к Маше, нет, ну тот эгоист. Мы по вас очень соскучились. Артемочка, мы тоже по вас. Я вас так люблю, Оленьку, и вас вообще очень люблю. Вы такие замечательные люди. Ну, прям какие-то родные стали. Веснушка, доброе утро, я сама жду прохлады, пришеду, желаю вам прохлады. Ну, мне вот прохлады, а Маша любит жару, да? Они вас не знакомы. Никто вас не игнорит, ну вот игнорит. Ну, кто этот мальчик? Ну, что я вам расскажу? Хороший очень мальчик. Он сегодня придет к нам в гости. Может быть, и мы, может быть, еще куда-то совершим путешествие. Вот это будет очень интересно. У Маши все в сториз будет. Так что все узнаете. Передаю 28 градусов, да, на все недели. Дорогие мои, ну, что я вам расскажу? Сегодня будет что-то интересненькое. Вот. Про пост Машенькин я рассказала вам. Какие-то девочки, кто они, я все вам рассказала. Здравствуйте, адвина, и жарила пионы, и все пропустила. Ну, я их пожалела. Все, они готовы вот лежат. Мне, знаете, конечно, к ним бы хотелось солененького чего-то. Помидорки соленые или что-то. Всех люблю, всех обнимаю. Всем хорошего дня. Любви родных и близких, чтобы все у вас было хорошо, мои дорогие. А покажите адвина, ну, сейчас. Покажу. Раз, что вы опоздали, вот они. А то вы опоздали, ладно, покажу вам. Вот такие у меня красивые отбивные. Масла мало, видите, даже не плавают в масле, потому что, ну, честно говоря, масло много вредно, поэтому немножко. Все. Всем шикарного дня. Уже еще кому-то доброго утра, кому-то доброго дня. Все. До встречи, родные мои. Спасибо. И вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok,